Митинги в России под лозунгом «За честные выборы» политологи уже называют самым значимым политическим событием уходящего года. Сегодня организаторы акции, прошедшие 24 декабря в Красноярске, подвели ее итоги. На Красной площади во время митинга была зафиксирована рекордная для подобных акций численность – 3000 человек. Наш город стал третьим в России по гражданской активности населения после Москвы и Санкт-Петербурга, где прошли аналогичные митинги. Народное возмущение многочисленными нарушениями на выборах 4 декабря стало самым массовым в стране за последнее время. Напомню, что в Москве 10 декабря, через неделю после выборов, более 25 тысяч человек собрались на акцию протеста. Но уже 24 декабря митинг под лозунгом «За честные выборы» собрал в столице более 50 тысяч участников. И сегодня организаторы Красноярского митинга рассказали, что будут добиваться исполнения всех пунктов резолюции, в том числе последнего и главного, предложить Владимиру Путину не идти на третий президентский срок. Мне понравилась, как была артикулирована резолюция митинга. Она была достаточно четкая, она содержала пункт последний, который многих волновал в то время. Он у нас прозвучал, прозвучал достаточно, на мой взгляд, требовательно, твердо, и в то же время корректно. Ну и в общем я с этим красноярцев решил поздравить и вас тоже, и моих друзей, соорганизаторов. Гражданское общество не формируется на кухне, там в разговорах подводочку, так сказать, о том, как у нас все плохо. Гражданское общество формируется только тогда, когда люди имеют смелость выйти на улицу и в соответствии с Конституцией мирно, дружелюбно сказать о своем недовольстве власти. Так у нас и получилось 24 декабря. Мы уверены, что так будет получаться и дальше. У нас есть план о том, что данные мероприятия должны вновь проходить в феврале, тогда, когда будет более-менее понятен список кандидатов на выборах президента.